Пострадавшие от взрыва ангарчане могут рассчитывать на компенсации. Поступил акт технического свидетельства о состоянии строительных конструкций, где отражено уже официально то, что нежелательное нахождение жильцов в подъезде. Эксперты выдали заключение по состоянию разрушенного подъезда. Лифт не работает, идите пешком. Вещи тащишь, что-то есть, продукты тащишь, все тащишь на себе. И постоянно через два поднимаешься, отдыхаешь опять. В ангарских домах отказывает оборудование, установленное по программе капитального ремонта. Без света остались 8 ангарских садоводств. Много людей, которые проживают постоянно, поэтому у них холодильники, электрооборудование, ничем не могут ничего делать. Неизвестные разрушили линию электропередач на Саватеевском тракте. В ожидании транспорта и крыши над головой. Скамеечки были большие, сидели мы. А теперь привезли ларек, и нам никак нельзя. Новые остановки в Ангарске. Когда и где установят современные объекты? В эфире «Новый региональный» с новостями дня. Вас познакомлю я, Ирина Шавлюк. Здравствуйте. 44 человека из аварийного подъезда в 8 микрорайоне расселены. Напомним, в минувшие выходные в одну из квартир взорвался бытовой газ. Эксперты выявили дефекты несущих конструкций. При малейшем землетрясении подъезд может рухнуть. Поэтому проживание в таких квартирах опасно для жизни. На сегодняшний день у нас поступил акт технического свидетельства о состоянии строительных конструкций, где отражено уже официально то, что нежелательно нахождение жильцов в подъезде. Поэтому все мероприятия, которые предприняли комиссию по чрезвычайным ситуациям по расселению людей и аварийного подъезда, были своевременны и необходимы. В настоящий момент нам за помощью обратились из пострадавшего подъезда 6 семей. Муниципальное жилье получили уже 3 семьи. Остальные еще присматривают, где им будет удобнее и выгоднее разместиться. Сейчас заявления пострадавших на компенсацию ущерба принимают органы социальной защиты, и поддержку семьям могут оказать за счет регионального и муниципального бюджетов. Условия получения пособий так же, как и объем, разные. Около 6 часов утра в одном из дворов 22 микрорайона вспыхнул автомобиль. Пламя увидели местные жители. Они же и вызвали спасателей. Огонь удалось потушить в считанные минуты. Пострадавших нет. Привлекалась 10-я пожарно-спасательная часть. Дверху цистерна 9 человек. На момент прибытия горел автомобиль «Лексус-470» 2001 года. Выпуска площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате пожара уничтожены сгораемые части автомобиля на площади 5 квадратных метров. Сгорел моторный отсек. Закопчился салон. Был ли это поджог, пока неизвестно. В ситуации разбирается полиция и МЧС. А ангарчане тем временем продолжают страдать от последствий капитального ремонта. В доме 84-го квартала сломался лифт. Механизм новый. В прошлом году его заменили по региональной программе. Ремонт проходил с многочисленными нарушениями и был закончен только после вмешательства прокуратуры. Подрядная компания «Звезда», к слову, заработала на этом сотни миллионов рублей. А возместит ли кто-нибудь мучение жителей, расскажем в сюжете далее. Любовь Васильевна живет в квартире на девятом этаже большую часть своей жизни. Никаких трудностей с этим никогда не испытывала до тех пор, пока в дом не нагрянул капитальный ремонт. Подъемник заменили на новый, вот только проработал он недолго. Механизм из-за неполадок отключает регулярно на 2-3 дня. Но в этот раз ожидание затянулось. Лифт висит мертвым грузом уже несколько недель. Вещи тащишь что-то, продукты тащишь, все тащишь на себе. И постоянно через два поднимаешься, отдыхаешь, опять поднимаешься, отдыхаешь. Ну, это очень неудобно. По словам местных жителей, в кабине сломалась панель управления. Эта деталь идет в комплекте ко всему подъемному механизму, который стоит не менее полутора миллионов рублей. Устанавливала его подрядная компания «Звезда» по заказу фонда капремонта. В эксплуатацию этот подъемник, как и многие другие, был сдан с большими задержками и скандалом. Заведены два уголовных дела, подрядчик неоднократно оштрафован. Однако жителям от этого не легче. Вместо того, чтобы спокойно пользоваться лифтом, они вынуждены писать многочисленные обращения во всевозможные инстанции. 30 августа управляющей компанией была написана претензия в адрес ООО «Звезда». Это подрядчик, который занимался демонтажем старого оборудования и монтажем нового оборудования. Была подана претензия по поводу остановки лифта с указанием причины и ссылкой на исполнительную работу ООО «Вертикаль», на что не было никакого ответа со стороны «Звезда». На руководителя компании «Звезда» пытались выйти и наши журналисты. Олег Хамуляк вежливо выслушал вопрос и попросил отсрочку. К сожалению, ни ближе к обеду, ни к ужину получить информацию не удалось. Общаться с журналистами директор «Звезды», заработавший на капремонте не менее 200 миллионов рублей, не пожелал. Но если от телекамер скрыться можно, то от обязательств нет. Несправную деталь подрядчиков заставили отправить на экспертизу. По ее итогам будут предприняты уже следующие шаги. А жителям многоэтажки снова остается только ждать, пока сильные миры сего сочтут нужным и озаботятся, наконец, проблемами обычных людей. Мария Константинова, Елена Шелик, Дмитрий Швецов. Местное время. Восемь ангарских садоводств этой ночью остались без света. Дачники стали жертвой хулиганской выходки. Электролинию вдоль Саватеевского тракта варварски разрушили. На место выехала наша съемочная группа. Все подробности у Марии Константиновой. Сегодня ночью в домах восьми садоводств погас свет. Жители подумали, что произошла коммунальная авария. На утро выяснилось, что повреждены линии электропередач. Ранним утром садоводы сами вышли в лес и начали обследовать линию, искать поломку. Вдоль Саватеевского тракта дачники обнаружили три поврежденные электропоры. О происшествии тут же сообщили в полицию. Оперативники изучили место преступления. Спилены три столба. Пилено ножовкой, пилено умышленно. Подозрений пока нет. В нашем садоводстве 350 участков и очень много людей, которые проживают постоянно. Поэтому у них холодильники, электрооборудование, ничем не могут ничего делать. Саянские зори – ближайшее из пострадавших садоводств. Многие дачники уже вернулись в город. Но есть и те, для кого сезон еще не окончен. Холодильник оттаивает. Что еще сказать? Ну, дело в том, что телефонный я приехала из города. Сейчас телефонный саморазрядится. И что делать? Ольга Викторовна переживает, что родные не смогут до нее дозвониться. А еще за продукты, которые могут испортиться. В такой же ситуации оказались сотни семей. Какой-то вандализм, честное слово. 39-ю опору, которую первую обнаружили, мы ее восстановили. Мы ее на опасно повыше поставили. Все, это там полтора метра, где-то метр двадцать было отпилено. Мы ее смогли общими силами, все, поставили. А когда та опора спилена, это вообще не подлежит восстановлению. Это нужно технику вызывать, нужно специалистов вызывать. И вот эта 68-я опора вообще валяется на траве. Вообще мы не знаем даже, что делать. В обл. коммунэнерго пояснили, что электросети садоводств – это частная линия, которая сегодня находится на балансе СНТ-подсочка. Обслуживание также лежит на плечах самих дачников. Полиция обещает найти и наказать злоумышленников. А вот восстанавливать лэп, к сожалению, придется самим пострадавшим. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Горожане ждут новых остановочных павильонов. Муниципалитет в этом году пообещал установить несколько десятков современных пунктов для ожидания пассажиров. За лето подрядчики выполнили лишь малую часть от плана. Когда и, главное, где появятся остальные павильоны – расскажем в сюжете. Остановка 32-го микрорайона. Здесь курсирует городской автобус по третьему маршруту с интервалом 5-7 минут. Ожидание приличное, особенно для пенсионеров. А вот у курицы от палящего солнца, дождя или ветра пассажирам абсолютно негде. У нас не стало остановки года полтора. Но взяли вот этот ларек, привезли. У нас под крышей была остановка, скамеечки были большие. Сидели мы. А теперь привезли ларек, и нам никак нельзя. Нам дождик идет, прятаться негде. Дети стоят, мерзнут. Зайти некуда. Вот. Это я звонила везде. Коллективные жалобы жителей 32-го микрорайона успехами не увенчались, хотя пороги управления ЖКХ не обивают с начала лета. Оказалось, что оборудовать остановочный павильон должен собственник торгового киоска в рамках градостроительного законодательства. Юридическое лицо, которому выдано разрешение на использование, в рамках реконструкции и обновления своей торговой точки, обязалось установить новый качественный остановочный павильон, который в течение до конца сентября будет установлен. Инвентаризацию мы делали недавно по всем торговым точкам. То есть, в том числе и эти проблемы мы выясняли, и работали индивидуально с организациями, индивидуальными предпринимателями. Указали им на вот это несоответствие. В этом году в рамках благоустройства муниципалитет планировал оборудовать 41 остановочный павильон. Бюджет тут обойдется в 5 миллионов рублей. Об этом в начале лета журналистам рассказал заместитель мэра округа Андрей Сафронов. На сегодняшний день в списке пока только 25 пунктов. Это те места, где мест для ожидания не было в принципе. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Дмитрий Швецов. Местное время. В Ангарск пришло бабье лето. Солнечную и сухую погоду прогнозируют синоптики на ближайшее время. Ночью температура будет достигать 5-7 градусов тепла, а днем подниматься до плюс 23. Прекрасная золотая пора продлится до конца сентября. А вот с 28 числа похолодает. Ночная температура опустится до минус 5 градусов, а днем будет не выше плюс 10. Более подробный прогноз погоды расскажут мои коллеги из Метеоновостей. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!